В Казани сегодня поднялся в небо первый модернизированный самолет Ту-160. Это обновленная версия стратегического бомбардировщика, самого мощного в мире, который к тому же способен нести ракеты с ядерными боеголовками. В ближайшие годы в армию поступят не менее 10 таких машин. За первым полетом «Белого лебедя», как этот самолет называют летчики, наблюдал Владимир Путин. Из Казани репортаж Андрея Григорьева. Впервые после десятилетнего перерыва в небе над Казанью «Белый лебедь» — краса и гордость российских воздушно-космических сил. Его вновь собирают на местном авиационном заводе. В 2015-м Верховный Главнокомандующий поручил возобновить производство. И вот уже первый полет совершенно нового модернизированного стратегического ракетоносца. Быстро как поднимают. Технологию восстанавливали с нуля. Реконструированы цеха, взлетные полосы и даже диспетчерская вышка, с которой сегодня за полетом наблюдал российский президент. У каждого такого самолета, как у человека, есть собственное имя. Для военной авиации традиции уникальны. Этот назван в честь легендарного главкома ВВС Героя России Петра Дейнекина. Главная особенность конструкции — изменяемая геометрия крыла. Позволяет быстрее маневрировать и набирать скорость. Если раскрыть их полностью, самолет займет половину футбольного поля. Но основное — это все-таки то, что бомбардировщик способен под этими гигантскими крыльями нести. Белые лебеди зарекомендовали себя в Сирии. Их точные удары способствовали победе над террористами. Но у ракет ведь могут быть любые боеголовки. Ту-160М — важнейшая составляющая российской ядерной триады. А значит, гарантия безопасности страны. Разрешите от лица экипажа поздравить весь коллектив, вас, себя, всю страну с этим знакомым событием. Это, конечно, большой успех этого коллектива. Я вас всех поздравляю. Это серьезный-серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь. Так что вам большое спасибо. Уверен, что работа будет развиваться дальше так же слаженно и с таким же результатом. Хорошо бы на базе такого самолета сделать еще и пассажирский, предлагает Путин. И оказывается, что у авиаконструкторов такие разработки уже есть. Надо сделать гражданскую версию. У нас территория, то есть, из Владивостока, быстрее долететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока. Да из Москвы тоже. Владимир Путин и сам ведь летал на Ту-160, напомнили работники завода. Из кресла пилота наблюдал даже за пусками крылатых ракет. Правда, это была предыдущая версия бомбардировщика до модернизации. Насколько модели, на взгляд президента, отличаются друг от друга? Вы в 2005 году в составе экипажа лично пилотировали эту уникальную машину. Я рядышком сидел, пальцем дотрагивался. Хотелось бы узнать ваши внутренние ощущения тогда, 13 лет назад, и сейчас, глядя на новую машину. Это незабываемое впечатление. Я тогда сказал, могу сейчас повторить. Как во сне все равно. Что касается самолёта самого, его модернизации, я вам приоткрою небольшую тайну. Мы же начали применять его. Для меня стало абсолютно очевидным, что самолёт нужно менять. Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе. И у нас всё получилось. Это реально большой успех, большой шаг вперёд. Это внешне выглядит только как вот тот Ту-160, на котором я летал. Это совсем другая машина. Летать на сверхзвуковом бомбардировщике, это, между прочим, требует особой физической подготовки. Рабочие интересуются. Откуда оно у президента при таком плотном рабочем графике? Как вам удаётся поддерживать такую формулу физическую? Вы всегда энергичные, поддры. Общаюсь с такими людьми, как вы. Позитивными, настроенными на результат, активными. Это заряжает всё. Заряжается от таких, как вы, как раз на батарейке. Молодые сотрудники спрашивают, нельзя ли работу на оборонном предприятии приравнять к армейской службе. Вот сейчас только министр оборон докладывал, я ему согласовал, создание практически технопарка. На Юге мы это сделаем, в удобном, очень хорошем месте. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых учёных, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности. Комплексный подход во всём. Ту-160М может автономно преодолеть расстояние до 14 тысяч километров. А с дозаправками вдвое-втрое дольше. И для него создан особый самолёт-заправщик Ил-78. Его как раз сегодня испытывали под Ульяновском. Это первый российский танкер, который обеспечит все потребности всех самолётов. Объединённая авиастроительная корпорация сегодня заключила контракт с Министерством обороны на поставку 10-ти Ту-160М. Это обеспечит Казанский авиазавод гособоронзаказом до 2027 года. Но в будущем, уверен президент, нужно всё-таки переходить и на гражданскую продукцию. Это точно совершенно нужно делать всем оборонным предприятиям. Потому что пик оборонного заказа, ну когда пройдёт. Для вас не скоро ещё. С 27-го года полная загрузка. Но нужно думать и о будущем. И, конечно, мы будем этим заниматься. В Татарстане хватает примеров успешных гражданских проектов. Вот сегодня Владимир Путин во время встречи с главой региона Рустамом Минихановым по видеосвязи участвует в открытии в Нижнекамске установок по производству высокооктанового экологически чистого автомобильного бензина. Новые предприятия, дополнительные рабочие места. Или прославивший российскую технику на весь мир КАМАЗ. Очередная победа на ралли Дакар у заводской команды. Команда КАМАЗ-Мастер как раз сегодня вернулась в Казань. И с получением золотого бедуина, главного приза автомобильного марафона, спортсменов поздравил российский президент. Дакар простым не бывает. И все, кто понимает, что это такое, все следят за тем, как вы боретесь за первенство. Это, причем, замирание сердца, это, по-моему, что это тяжелая работа, опасная работа, в полусмысле этого условия. То, что вам 15 раз удается выиграть, это просто невероятный результат, невероятное достижение. Причем это командное достижение. Пилоты команды подарили Владимиру Путину макет КАМАЗа, на котором выиграли соревнования и показали машину, на которой будут участвовать в Дакаре в следующий раз. Андрей Григорьев, Петр Равнов, Ренат Гореев, Руслан Абубякеров. Вести, Казань.